Меня зовут Анар Ибрагимов, это YouTube канал о спорте ТВ И если ты еще не подписался, подпишись Мы всех заставляем и все это делать с большой радостью Сегодня у нас очень крутой гость Денис Колодин у нас в гостях Гот смотреть выпуск Денис Колодин! Какие матчи тебе снятся? Что я в реале играю По жопам попадал, наверное, прилично И набил ногу так После каких матчей выпивали? После каждых, наверное После евро, миллионов 12 На что потратил? Квартиру Что с прической в молодости? Обещал, не спрашивай Я дурак Я играл в футбол Ты сейчас выглядишь лучше, чем тогда Согласен Справляются голландцы Колодин, пушка страшная У него, ну-ка! Можно я ногу так поставлю? Похер Ты тоже, поставь тоже ногу Да, ну-ну-ну Ты с длинными ногами Борода упрется в колено Да у тебя что там борода легкая? Так, мы пишем Мы это сделали Это Денис Колодин Денис с победой Как твои дела? Все отлично Тренирую химки детей Тренирую блогеров Рому команду В принципе День занят Кто кого затащил в эту историю? Ты, Пименова Или Пименов тебя? Ну мне Рома пришел Кто, можно сказать Создал эту команду И попросил меня тренировать Я сказал, что у меня нет времени И порекомендовал Руслана Ну Руслан пришел Говорит, я согласен Я говорю, ну все, удачи вам А Руслан попросил Проведи первую тренировку со мной И вот как бы Пришлось помогать ему в дальнейшем У нас такая романтичная обстановка Мы с Русланом Пименовым Если я так понял Главный тренер Он фронтмен Вам удобно на такой позиции На вторых ролях? Я психолог Я отвечаю за коммуникацию Между игроком и тренером Вот ты говоришь Пименов травит шутки Шутит, подкалывает А вообще, когда тренер Немножко комик Это правильно? Если футболисты не обижаются на нем То в принципе нормально Если обижаются То где-то надо Ну у нас такая команда Как бы непрофессиональная Поэтому в принципе Друг друга подколоть Ничего такого Ты работал со Слуцким Он таким же был Как сейчас? Ну, я не знаю Как он сейчас Балагур травит шутки Подкалывает Прикалывает Старался, конечно, юморить Потому что Юмор это, можно сказать Донос рождения Поэтому в принципе Где-то чуть больше Где-то чуть меньше Да, он юморил Слушай, мы его сейчас Называем молодым тренером Но тогда, когда ты начинал Он был еще более молодым Вы его реально воспринимали Как взрослого Главного тренера команды? Ну, нам бы Когда я пришел к нему У меня было 12 лет Поэтому, конечно Он все равно взрослей Естественно Он еще много кричал Орал на нас Поэтому казался страшным Перед тем, как мы перейдем к Говлицу Последний вопрос Почему ты чураешься медиа? Ну, что-нибудь не то скажешь Потом будешь переживать Из контекста вырывают Поэтому, ну Ну, это не контекст Это просто журналистская работа Ну, молодцы А мне потом Лучше вообще молчать И так все хорошо Как объяснить иностранцу Пушка страшная Трипл ган вроде Или трибл ган, да? Тебе нравится это определение? Ну, надоело, честно уже Какие матчи тебе снятся? Что я в реале играю Жаль, что это был сон, да? Ну, я просыпался в надежде Что это не сон, конечно Хидинг в трех прилагательных Ну, это хороший мужик Даже не знаю Хороший Положительный И амбициозный, наверное Где ты научился играть на гитаре? Да нигде не учился Просто у меня знакомые Музыканты Подогнали гитару Вот сам что-то пытаюсь там рычать Но я не умею играть Я так, честно Ты металлист? Кушаю музыку, да Смотри, а у кого в раздевалке Была самая отстойная музыка? Ну, я металлист Я не знаю у кого А сейчас слушаю другую попсу Там, я не знаю Максим какой-нибудь Окей, смотри Тащить воду из колодца Или менять колодки? Из колодца, наверное, воду тащить Часто приходилось? Ну, когда маленький был В деревне, да Часто В детстве часто на жопу в навес играли? Конечно, практически Во дворе постоянно Всегда проигрывал? И проигрывал, и выигрывал Все бывает Как тебя зовут? Денис? Колодин? Рыгал Ушаков Знаешь, такого у Колодина? Ну, конечно Играл когда-то, по-моему, если не ошибаюсь В Зените Или в крылышках где-то там Удар у него пушка там сумасшедшая Пушка, верно В крыльях он не играл В Динамо, в Динамо Точно, в московском Как он так сделал его? У тебя в детстве такой же мощный удар был Ты так же лупил по задницам? Ну, там были мячи Когда я был маленький Мячи были со шнуровкой кожаной Поэтому, наверное, бил об забор Им, наверное, и по жопам попадал Я, наверное, прилично И набил ногу так У Роберта Карлса Сила удара максимальная 198 У Подольски 213 Я помню, на одном из чемпионатов мира У тебя сколько? Соточек, наверное Главный совет детям Любить футбол И ничего не бояться Потому что, когда получаешь удовольствие От того, что делаешь То можно двигаться вперед Звоним Роме Павлюченко Он как раз-таки играл с Денисом Колониным Посмотрим, что Ром расскажет Алло Алло, Ром, привет Да, привет А Колодин хороший футболист? Для меня Колода Вот как защитник, да Но мне всегда нравился Колода Знаешь Я люблю защитников, которые Умеют читать игру Умный футболист Поэтому я его как футболист Ну, мне всегда нравился Колода Кому ты хотел втащить на футбольном поле? Ну, в Динамо У нас Маниши цеплял И Рибейру, там, два брата Вот они, с ними Там была потасовка И Какие они вообще были, ребят? Они кучковались, это стопудово На пафосе такие, да, португальцы? Бывало у них, да Немножко не поняли, куда приехали У тебя главный друг в Динамо кто был? Я и с Пименовым дружил в Динамо И с Воронином дружил в Динамо Все понемногу К Воронину в Германию ездишь? Ездил и в Германию, и в Одессу к нему ездил И в школе вообще хорошо учился? Сойдет до пятого класса нормально Потом уже тяжеловато было До пятого отличник, после пятого хороши? Ну, чуть ниже еще Сразу понеслась Профессиональный футбич должен быть умным? Есть и дураки, которые в порядке Но просто дальше жизнь на футболе не заканчивается Поэтому надо дальше как-то тоже кем-то быть А кто дураки, но играет в футбол? Я дурак Я играл в футбол, что-то Друг, привет Здравствуйте Как тебя зовут? Меня зовут Алексей Алексей, а по батюшке? Владимирович Алексей Владимирович, вы любите футбол? Я обожаю футбол За кого ты болеешь? Динамо, Москва Нормально, а кто такой Денис Колодин, знаешь? Конечно, это защитник наш, любимый капитан Передай ему привет Денис Колодин, тебе привет, от Леши Якуба Он тебе прям нравится? Это мой любимый игрок Хочешь позвоним ему? Нет, не хочу Почему? Стесняешься? Да Давай позвоним, правда, это не фейк Короче, нет Окей Нет Я тебя достал? Нет Хорошо, зато правдиво Давай Нормально Вспомните свои матчи против Дениса Колодина Какой он вообще был футболист? Он какой-то жесткий, цепкий, неуступчивый, высокий, сильный, быстрый Не зря он в сборной России играл Вы ему припоминаете какой-нибудь матч, эпизод? Ах ты, Денис, тогда вот выбил у меня мяч Нет, абсолютно нет, мы больше вспоминаем, когда играли совместно за Динамо У вас есть любимый матч вместе с Денисом? Да, конечно, против Зенита, когда мы забили оба Зенита и выиграли на Петровском парке 4-2 Все помню Погнали дальше, после каких матчей выпивали? После каждых, наверное Любимый алкогольный напиток? Ну я шучу, конечно, после каждых Ну, любимых нет, ну так, когда как, по желанию Ты ел в Казахстане конину? Да Вкусно? Да Советуешь? Да Самое сложное казахское имя и самая сложная казахская фамилия для произношения? Карпович, он был футболистом, это сложно Украинская обычная фамилия А какой-нибудь... Капитан сборной Казахстана был А какой-нибудь шампунь, Аслан, знаешь, что это прикол? Шампунь, я тебе потом скину мем, ты мне надиктуешь голосовой, как ты произносишь эту фамилию и имя Окей, договорились? Шампунь жумай сымба, скажи перхоти, Кузьмин курбит боле сымба Шампунь жумай сымба, скажи перхоти, Кузьмин курбит боле сымба Какая премка была после Евро? Ну, после Евро, миллионов в 12 Рублей? За все игры, за все, за все На что потратил? Квартиру В Москве? Да Рублево-Успенское шоссе? Нет, октябрьское поле Скромно, скромно, кстати, многие футбичи там живут, молодец Что с прической в молодости? Вот это, обещал не спрашивать Нет, я обещал спросить, но ты обещал не отвечать правдиво Ну, да Девочка была против, чтобы я стригся Поэтому говорил отращивать У меня уже башка была вот такая Иногда я стригся, но редко Мы привыкли видеть футболистов на Луи Ветоне Мерседесы, красивые девушки, блатные тачки Вот он такой футболист был? Нет, 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 нет Он, ну понятно, он играл в футбол, зарабатывал деньги ездил на хороших машинах, но я никогда от него не слышал какие-то, что он хвастается, что он там, знаешь, выбрасывает деньги на шмотки, там показывает всем. Нет, может быть, то, что раньше инстаграма не было. Это сейчас в инстаграм все показывают машины, гучи, луи-виттон, кучу шампанского. Раньше не было такого. В Европе были варианты когда-нибудь? Кроме Реала во сне. Ну да, но после Евро что-то были, Ваякс, по-моему, даже был вариант, потом Гамбург вроде, что-то еще там, ну так, помелче. Шахтер, Донецк, если за границей считай. Почему не переехал? Ну, потому что в Динамо все было хорошо. Не жалеешь? Я никогда ничего не жалел, ну, в принципе, можно было попробовать сейчас, но тогда, я думаю, было страшно. Я бы тоже не уехал, правильно сделал. Расскажи про Кокорина и Смолова времен Динамо, они же у тебя буквально на глазах выросли, были молодыми, мелкими. Ну, ему сильно доверяли, поэтому они и стали футболистами. Если бы их, как они играли вначале, зачехлили, то вряд ли они бы там чего-то добились. А так им доверяли, доверяли, и они превратились в тех, кем сейчас есть. Пафос тогда был? Да нет, в принципе, были трудолюбивые. У кого в FIFA самая страшная пушка? Я бы Акинфееву отдал. Акинфееву самый сильный удар, который я вообще видел. Сейчас серьезно, не травишь? У него вообще пушка. У кого пушка, так вот у него. Какая у него скорость? Откуда, я знаю, 300, наверное, была, потому что он до операции, до крестов, он лупил так, что там перекладин ломал. Самый лучший одноклубник? Их было много, поэтому сейчас кого-нибудь не назову, обидятся все. Я раз не назвал, по-моему, Титова где-то, и все, и он на меня потом... Вычел, да? Ну, так, говорит, что меня не назвал. В программке, по-моему, где-то там интервью давал. Титов на смотре, скажи, что Титов лучший. Самый лучший вообще спартаковский футболист, который в тех времен Оленичев, они вообще в порядке. Каково опекать Златана Ибрагимовича? Я, честно, уже не вспомню, но тогда мозг отключился. Но он в порядке, конечно, поэтому... Задача была, чтобы он не забил, поэтому старались сделать все, что можно. Как он пахнет? Вот этого я сейчас не нюхал, честно. У него там сейчас свои духи, трусы, понял? Там он такой сейчас настоящий футболист. Трусы не нюхал. Смотришь YouTube? Обычно сейчас детский футбол тренировки смыщу. Часто в МАК ходишь? Ой, вообще редко. Только когда что-то голодный раз в три месяца, когда гадость какую-то захочется, но практически нет. Узнают тебя вон там вот красивые девчонки на стойке. Ой, это Денис Колодин или, пацаны? Я смотрел твой матч на Евро. Да, они смотрят на меня, уже старый. Какой там Колодин? Ты сейчас выглядишь лучше, чем тогда. Согласен. Мы сейчас смотрим с тобой хайлайт этого матча. Вот куда ты бьешь? Вон слева игрок. Отдай пас. Ну там стресс был. Вот нахрена ты бьешь? Почему ты пас не отдаешь? Согласен полностью. Вот сейчас да. Скажи честно, была установка бить или ты хотел побыстрее с мячом расстаться, чтобы тебя не крыли? Чтобы не крыли подальше от ворот. Ну я сбил, не стал рой, а сделал опасный штрафной, с которого нам практически забили. Денис очень ужасно, конечно, безобразие полное. Да. Ну тоже отдай. Зачем бить отсюда? Никогда не забивал, а здесь бьет. Сколько ты таких мячей забил издали 45 метров? 45-ни сколько. Вот это зачем ты делаешь? Вон все открыты. Куда ты будешь? Три раза подряд бьешь. Чего ты меня обманываешь? Ванни Солрой нормальный нападающий? То есть он не грубый? Нет, ну это топ уровней, поэтому что про них говорить. Самый топ форвард, против которого ты играл? Ну да, Ваннистер Лорой, Брагимович, я не знаю, даже испанцы, Вилли. У тебя с Торосом есть одна фото, кстати, я видел. Ну когда он меня возил, там много есть. Ну испанцы меня хорошо повозили. Конец матча, конец матча. Тебя то удаляют, то не удаляют. У Хитинка гипертония. Мы будем играть в меньшинстве против голландцев, которые забили на 84-й. Что там был за эпизод? Прокомментируй. Ну, даже не могу сказать. Уже усталость была, наверное. Поэтому бежал, чтобы уже... Даже не могу объяснить, честно. Но я вроде не попал в него. Хотел просто пойти агрессивно в отбор и все. Тебе тогда дали вторую желтую карточку, правильно? Ну там первую тоже ни за что особо дали. Окей, расскажи, что в раздевалке происходило после этого матча? Тишина или танцы ходуном ходили? То самое, что и на поле после игры сразу. В принципе, там... Да, все смеялись, поздравляли. Зашел даже, по-моему, Ван Бастон поздравил нас в раздевалку. Серьезно? Там был такой жест, конечно, очень... Большой жест, можно так сказать. И ты руку не мыл? Ну, я до сих пор не мыл. Я пойду даже в ковид, ну... Слушай, вот тот матч против голландцев, когда он очень много стрелял из-за пределов штрафной. Вот ты, как нападающий, Аршавин, там, другие игроки линии атаки. Вы ему говорили, Денис, зачем ты это делаешь? Не, ну если бы он бил и мяч летел бы, знаешь, вот туда, в правый флажок или в левый, да? Флажок боковой. Тогда бы сказали, Калут, ну зачем ты бьешь? Ну, атака, там, делай передачу штрафную. Ну, у него, в принципе, удары были с голланди. Ну, посмотри, они все были опасны, рядом. Поэтому тут вопросов нет. На русском для Гуса Хитинга пару слов. Надо, надо, надо. Он мне позвонил, сказал, ты у Калутина берешь интервью? Я сказал, да. Ну, пусть он мне привет кинет. Ну, тогда передаю привет. Он очень хороший человек. И ко мне очень хорошо относился. Поэтому спасибо ему и удачи во всем. И успехов. А мы говорим тебе спасибо. Спасибо за такую интересную беседу. Давай в полный рост. Ты выше меня? Намного выше, интересно. Давай посмотрим. На тебя немножко пузо вышло, кстати. Да нет. А я втянул просто, смотри, я втянул. А я расслаблен. А как Руслан Кирилл? В натуре он такой расслаблен, он так спокойно интервью дает. Конечно. Но он привык на матч ТВ уже. Поэтому я еще пока далек. Мы ждем тебя тоже на ТВ. Надеюсь, это когда-нибудь случится. Спасибо тебе, Денис. Субтитры сделал DimaTorzok